Дорогие друзья, рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о возможных проблемах при проращивании черенков, ну и как, скажем так, их максимально избежать и получить желаемый результат. Но начнем с того, что проблемы могут у нас возникнуть изначально, когда у нас не лучше посадочный материал, ну и где-то в процессе. Я сейчас немножко развернула камеру, ну и покажу, что такое могут быть проблемные черенки. Большинство из этих черенков мы покупали, ну кое-что мне так досталось, и покажу, значит, какие бывают крайности. Ну первое, черенки могут быть не совсем вызревшие, они могут быть тоненькие, видите, эти черенки, например, вот они на две почки, и, в принципе, даже вот нижнее такое впечатление, что камера резкость настроила, что она немножко повреждена. То есть, ну вот такие вот, да, один вроде длинные, а с остальными вообще непонятно. Где-то они могут быть шуршащие, что говорит о том, что они, может быть, не совсем вызрели. Ну вот эти вот более-менее по качеству. Ну, проблемы могут быть, могут быть черенки пересохшие по вашей вине, либо еще почему-то, ну, всякое-всякое может быть. Какие-то вот тоненькие, смотрите, вот этот вот тоненький, хотя некоторые тонкие черенки могут прекрасно прорастать, но далеко не все. То есть, первое, они могут быть слишком тонкие, слишком пересохшие, проблемы с почками тоже, если здесь посмотреть, то почки вроде бы ничего, а где-то вот я показываю, не совсем понятно вообще, живые они или нет. Второй вариант и вторая крайность. Вот такая вот кучка. Для тех, конечно, кто, например, не знает, кто покупает черенки первый раз, кажется, ой, черенок вот такой толстый, большой, это хорошо. Ничего хорошего в этом нету. Как правило, такие черенки, они жирующие. И, казалось бы, растение накопило очень много питательных веществ, оно же такое толстенькое, там есть запас, но такие черенки, они прорастают крайне плохо. Они прорастают, но это может быть очень долго. И тут еще, смотрите, вот даже по сравнению с этой первой кучкой, здесь на некоторых, вот, вот здесь покажу, смотрите, даже в холодильнике, в холодильнике лежал, уже почечка немножко набухла. То есть вот с этим, может быть, не все так плохо, но бывает, когда почки, вот они совсем такие спрятавшиеся, вот на этом покажу, смотрите, видите, почка совсем спрятавшаяся. Вот он такой толстенький, вроде бы хороший, но почечки маленькие. И просыпаться они тоже будут очень долго. Если мы будем укоренять такие черенки стандартным способом, как большинство показывает, водичку поставили, и все хорошо, ну, на самом деле мы такие черенки можем и загубить. То есть к ним немножечко нужен другой подход. Ну, как видите, вот такие черенки иногда продают, причем это люди, которые профессионально занимаются виноградом. К сожалению, бывает и вот так. Имен я, конечно, называть не буду, но хотелось бы, чтобы посадочный материал все-таки был более качественным. Ну, теперь давайте поговорим о том, что в предыдущем ролике я вам показывала разницу укоренения в воде и укоренения в опилках. Да, вода самый распространенный, самый простой способ укоренения черенков, но дело в том, что и самый худший. Корни пробуждаются почки, а корни пробуждаются не очень. То есть, например, опилки, либо какая-то, кроме опилок, это может быть любая другая среда, это может быть кокосовое волокно, это может быть смок. Любой рыхлый материал, он будет хорош. И корни там будут пробуждаться гораздо лучше, чем в воде. Так вот, если такой черенок мы поставим в воду, либо тонкий черенок мы поставим в воду, особенно подсушенную, то не факт, что мы получим какой-то результат. Даже если почка пробудится, например, то она вытянет все питательные вещества из растения. Ну, либо она может даже не пробудиться, потому что я вам показала, ну, с почками тоже могут быть вопросы. Даже вот, смотрите, здесь я сделала надрез сверху, и видно, что с одной стороны зелененькое, а с другой стороны, ну, такое не очень хорошее, серое. То есть, надо, ну, можно обрезать и побольше. Итак, что же нам делать с такими черенками? Ну, первое. Если мы берем тонкие, где-то, может быть, не до конца вызревшие, то, что вам кажется пересушенным, с какими-то не очень почечками, мы их вымачиваем дольше. В среднем мы вымачиваем где-то сутки-двое, такие можно черенки подержать в воде и трое, и четверо, и пятеро суток. Вообще, при хорошем раскладе, скажем так, когда мы вымочили черенки, сразу видно, у них почечки набухли. То есть, на это можно обратить внимание и подержать чуть больше. Больше пяти-семи дней держать не стоит, но подержать больше, чем два можно, чтобы наш черенок максимально натянул в себя влаги, и ему было, скажем так, за что жить. Что мы делаем дальше? Я вам говорила в предыдущем видео, что многие советуют нижнюю почку ослеплять, убирать. Так вот, в таких черенках не убирайте нижнюю почку, потому что, опять же, верхняя часть где-то может пересохнуть. И много раз мы сталкивались с теми случаями, когда у нас черенок начинал расти именно с нижней почки. Поэтому ее не убирайте. Потом, если в процессе проращивания вы увидите, что у вас пробудились другие почки, и нижняя, например, вам мешает, тогда вы ее уберете. Но пока что не спешите. Очень часто рекомендуют верхние части заплавлять. Тоже в предыдущем видео я вам показывала, есть ли смысл закрывать, например, парафинить верхнюю почку. Особого эффекта от этого нет. Но если вы просто будете закрывать здесь срезы, в надежде, что вы уменьшите пересыхание, смысла в этом особо нет. Поскольку, если у вас черенок стоит вот так, то благопотери идут не только за счет верхнего среза, но и за счет всей поверхности черенка. Итак, что же делать нам с такими черенками? Значит, верхнюю почку мы не срезаем, вернее, нижнюю почку мы не срезаем. И лучше всего такие черенки укоренять в горизонтальном положении. То есть не вот так вот мы их ставим, а мы их укладываем в горизонтальное положение. Субстрат тоже может быть любой. Это может быть опилки, это может быть мох. Либо тоже кокосовое волокно, то есть любой рыхлый материал. Единственное, чего я вам не рекомендую делать, мы в прошлом году так пробовали, тоже рекомендую в горизонтальном положении в тряпочку закрутить. Якобы очень хорошо укореняется тряпочка. В тряпочке укореняется очень плохо. Вам очень сложно поддерживать влажность нужную. Либо она пересыхает, и черенку не хватает влаги. Либо вариант номер два, если вы плотно эту тряпочку прижимаете к черенку, оно начинает затухать, появляется неприятный запах. В общем-то, ничего хорошего из этого не выходит. Итак, смотрите, что хочу вам показать по проблемным черенкам. Вообще они прорастали у меня во мху в горизонтальном положении. Но об этом чуть позже. Сейчас немножечко о результатах. Значит, смотрите, вот этот. Это черенок жирующий. И посмотрите, что здесь с почечкой. Я специально показываю близко. Вот, камера сфокусировалась. То есть почка практически такая она. Непонятно вообще, проснется, не проснется. И здесь, смотрите. Значит, вот у нас, так, опять сфокусировались. Вот такой вот калиус. На прорастание этого черенка у меня ушло три месяца. Три месяца. Да, где-то через месяц у меня вот этот самый калиус, вот так вот настроилось, этот самый калиус появился. И если бы это у нас был обычный стандартный черенок, мы бы вполне его могли и посадить в таком состоянии в землю с таким калиусом. Но если это черенки какие-то вот такие вот жирующие, либо, может быть, чуть-чуть там недозревшие, то есть проблемные, то надо дождаться хотя бы маленького корешочка. Потому что в земле как повезет. Может он как бы проснуться и начать нормально расти корни, а может быть и нет. Чуть-чуть поддержали ниту влажность, либо переувлажнили, либо недовлажнили, и все. Все умрет. Ну вот смотрите, вот через три месяца, наконец-таки, хотя вот такие корни, они появляются очень быстро. Растение очень-очень долго пребывает вот в состоянии такого калиуса, чуть больше, чуть меньше, а потом буквально за пару дней появляется вот такая вот красота. И по почке, я вам уже показала верхнюю почку, что с ней происходит. Вот здесь почечка. Я, кстати, срезала, но это была моя ошибка. Но там вот пошла замещающая. Вот ее чуть-чуть будет видно, и, в общем-то, из этой почки растение пойдет расти. А верхняя, ну, даже вряд ли пробудется. Так вот, если бы я держала такой черенок в воде, то, скорее всего, даже, ну, 99%, что он бы погиб. Он бы просто не изогнился, вверх высох. Дальше такие черенки мы закладываем либо в пакетик, может быть, либо, если опилки, вот мне было удобно закладывать вот в такую обрезанную пластиковую бутылку, сюда одеваю пакетик, чтобы не было лишнего испарения. Здесь остается, скажем так, отверстие для проветривания. И в дальнейшем у бутылки лучше прозрачены. То есть, если мы видим, что какие-то почечки стали пробуждаться, мы уже их поднимаем наверх, чтобы они могли поглощать свет, а их пяточки и все, что до почки находилось во влажном субстрате. Что касается мха, ну, я закладываю вот так вот в пакетик. Вот, включим светик, чтобы нам лучше было видно. Значит, я закладываю в пакет. И мох я закладываю его много. Ну, не обязательно, понятно, что вот не на всю длину, например, этого черенка, потому что он сантиметров 30, вот под нижней почечкой я отрезала до второй почки. И хорошо, если она чуть-чуть тоже будет окружена мхом. А здесь сверху, здесь я надену второй пакетик. То есть, я положу вот так. Вот здесь все закроем мхом. А здесь я надену второй пакет. У меня получится такая тепличка. Я не буду прижимать это плотно. И мох, либо опилки. То есть, мы сворачиваем. С одной стороны, да, чтобы немножко оно было плотненько, но не надо утрамбовываться и утрамбовывать, чтобы там ходил воздух. И в дальнейшем мы смотрим, если у нас какая-то почечка, например, пробуждается, а корешков еще нету, мы эту почечку освобождаем, чтобы она получала свет. То есть, когда проблемы с почками, вот жирные, жирующие черенки, либо пересохшие черенки, такой вариант очень-очень хороший. И показываю вам даже пример. Смотрите, вот это был очень-очень такой проблемный, он даже не до конца созревший черенок. Во мху он пролежал. Смотрите, пробудилась почечка. И обратите внимание. Сейчас я приближу. Видите, где пробуждаются корешки? Не вот здесь. Вот это мертвая зона. Ну, по какой-то причине она здесь оказалась повреждена. А вот здесь начало пробуждаться. Смотрите, черенок сколько тут сантиметров? Почти 20. Теперь представим, я бы его поставила в воду, и что бы он сделал? Он бы просто сох. А так он у меня живой. Я сейчас вот так вот его обрежу и высажу. Поэтому я рекомендую, если какие-то у вас проблемные черенки, сразу их укореняйте горизонтально. Ну, допустим, вы этого не знали, и, в принципе, у вас черенки были хорошие, вы поставили их в водичку. И вот они стоят, стоят, и ничего нет. Ничего не происходит, ни почечка не пробуждается, ни корешки не идут, ну, вообще ничего. Сроки нормальные для укоренения в среднем 3-4 недели, в зависимости от сорта. Ну, бывает, какой-то сорт укореняется чуть хуже, какой-то сорт укореняется чуть лучше. Ну, 4 недели это нормально, может быть 5. Дальше, если вы видите, что что-то пошло не так, не спешите отчаиваться, не спешите все сразу выкидывать. Берем секатор и смотрим. Как минимум, вот, я пример просто покажу. Тоже вот такой у меня был недозревший черенок. Я его начинаю обрезать сверху. И смотреть. Вот уже, то есть еще темненькая, но уже часть зеленого есть. Я еще чуть-чуть обрезала. То есть, понимаем, в принципе, вот эта часть еще может быть живой. Поэтому, в таком случае, мы берем, ну, посмотрели, да, убедились, что он живой. Потому что, может, там уже все чернело и смысла нету. Значит, если череночек живой, берем мох, либо опилки, либо вот так в бутылку, либо в пакетик, как вам удобно. Укладываем, заворачиваем и ждем. И ждем, пока мы уже не убедимся, что он действительно умер. У меня были случаи, когда корни черенки пускали через 3 месяца. Да, понятно, это были где-то недозревшие черенки, не очень качественные, но 3 месяца. Представьте, что я бы могла их выкинуть. А все-таки они пустили корни и стали расти. Поэтому набираем все терпение и ждем, скажем так, до победного. Ну, смотрим, что вообще с этим черенком происходит. Кстати, вот этот можем, ну, уже раз мы стали экспериментировать, вот снизу тут тоже, судя по всему, уже все умерло. Я обрезаю снизу и вижу, что, в принципе, здесь зелененькое. И более того, я вижу, вам, может быть, этого не видно, что вот здесь какие-то есть набухшие структуры. Вполне вероятно, что здесь пойдет что-то вот точно так же, как и на этом черенке. Именно поэтому горизонтальное положение в таком случае будет очень хорошо. Можно еще это проверить. Ну, здесь явно веро засохший. Ну, вот это все, он уже мертвый, мы его выкидываем. То есть не отчаивайтесь, держите до последнего. И в дальнейшем, когда вы высаживаете такие черенки, когда у вас, например, уже здесь могут быть корни либо колюс, хороший такой вы высадили, а почки еще не пробуждаются. Во-первых, может пробудиться только нижняя почка. Вот эта основная почка, она может быть мертвой и может пробудиться со второй, с третьей почки. Даже вот как здесь видно, да, что основная почка, она мертвая. А вот сбоку тут какой-то вылез малыш. То есть может быть и такое. Поэтому наша задача, даже когда мы высадили черенок в землю, в горшочек, максимально его предохранить от потери влаги. То есть мы его иногда вырызгаем и надеваем сверху пакетик. Дожидаемся и дожидаемся результата. Ну вот и все, что я хотела вам на сегодня рассказать. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. Но вам я желаю, чтобы ваши черенки хорошо прорастали и в дальнейшем радовали вас своими урожаями. До новых встреч, пока!